Мне кажется, все время, а приезжай в гости на семинар, а приеду. И вот годами это все тянулось, идей много, а времени мало. Поэтому, ну, хорошо, что все срослось в этот раз, поэтому спасибо большое за приглашение. Вот. На меня сегодня внимание обращает между утра тренировку, уставшись, спать хочу. Но специально такое состояние иногда нам показывает действительно, насколько мы владеем у кеми. У кеми в айкидо, краткое вступление у нас будет. Первое, с чем мы начнем, это два есть основных понятия. Первое, это искусство в айкидо, мы все знаем, да? То есть не просто умение падать. А второе, именно умение безопасно падать. Слово безопасно, это для нас с вами актуально. С какой бы стороны мы ни посмотрели, падение в айкидо имеет свою специфику. Возьмите любую борцовскую технику. Зюдо, самбо, жу-джиксу. Как происходит там борцов? Вас берут, так или иначе бросают. То есть сами там люди не падают. Наоборот, в любом виде борцовских, где на борцах падать, ну, это на соревнованиях, на минус балл. Схватка, это выход на неудобную позицию. В общем, падать там нельзя. Поэтому броски происходят. Вас берут, поднимают и укладывают. В айкидо наоборот. У нас принцип простой. Не хотите, не падайте. Но при выполнении техник, мы с вами знаем, не со зла мы выполняем какие-то пыльные техники, а просто форма такая. Если есть у нас, как ты говоришь, то можно, конечно, стоять и ждать, но тогда партнерам придется отпускать руки и ничего не делать. Либо делать не с той скоростью, как на вас выполняют, тогда, соответственно, портить технику, либо получить травму, если не прыгать вообще. Ну, я думаю, это все общеизвестно, да? Так, значит, ну, мир кукеми, если вот так назовем мир, я сразу глобус представляю, все сразу рассматривают в айкидо, очень большой. И мы с вами, естественно, за одно занятие все не пройдем. Но начнем, попробуем и, походу, будем уже разбирать. У нас в Вишенкарной айкидо есть, по сути, четыре базовых формы кукеми. Первое, это сэмпо кайкэну кеми, курок вперед через плечо. Смотай. Смотай. Сэмпо киякну кеми, с выпрыгиванием, высокая страховка. Смотай. Коку кайкэну кеми, курок назад, через плечо. Почему именно такое положение ног, я все расскажу, если вы хотите. Прям. Прямо коку кеми, разворотом на стене, на столе 30 градусов. И коку киякну кеми, на столе 30 градусов. Вот эти пять форм составляют основу всех видов кукеми. Значит, я со своей стороны, у нас мой личный авторский проект, называется он «1001 кеми». Проводим семинар о нем, то есть детальный разбор всех кукеми. Но из него кусок, ведь понятно, что любое действие это шоу, нужно заинтересовать. Поэтому я сейчас выражаюсь русским языком, повыпендриваюсь немножко, но вы пендрёшься, как будет профессионально, и вы просто посмотрите возможность кукеми в айкидо. Вот пять форм, их можно разбирать каждую отдельно, и это займёт много времени. Я думаю, наиболее интересны это высокие группировки. Когда мы с техниками, КТГЭШ и Шиханаги приходится перепрыгивать через руку партнёра, и когда у нас на пуставу идёт боевое воздействие. Согласны? На этом акцентируемся? Да-да-да. Хорошо. Значит, базово, которая форма у нас выполняется вишенками, делается это следующим образом. Из основной стойки КАМАЯ мы выполняем кувырок, и желательно делать вот этот разворот, который я показал. Дзюваза, когда мы делаем, это позволяет быстрее встать лицом партнёра. Отсюда же варианты идут мягкие, к примеру, на бетоне, на деревянных баллов. Ну и разные вариации. Значит, сделаем сейчас просто мой любимый трюк, хоть в цирке выступай. Давайте вот здесь я оставлю, смотрите, у нас есть с вами северо-любик, запад-восток и, соответственно, диагональ. Вот я собираюсь ухрантальную стойку и попрошу вас выбрать первое направление, второе форму выполнения. У нас есть три, с хлопком, как я первый показывал, мягкий вариант и без помощи рука. Но без помощи рука неинтересно, лучше первые два развода. Либо с хлопком, либо без помощи рука. Давай, поиграй. Хлопок. Хлопок какой? Правый. Направо какую форму? Хлопок. С хлопком. Ну, назад мягкий. Через правую, через левую. Через правую. Вот так. И главное выдержать при этом вектора. Ну, успеем, да, еще. Вперед с хлопком. Вперед с хлопком. Через правую, через левую. А еще и с фронтальной стойки. Ну, еще два возьмем. Ну, кто потерял? Налево. С хлопком. По диагонали или как? Просто на правую. Направо, что самое. Диагональник возьмем. Назад налево. Назад налево по диагонали. Какой вариант? Нять. То есть параметры у нас при таком выполнении мы и вы должны удерживать. Не абы так падают. И еще раз. Красиво, красиво. Я могу это долго делать, да. Поэтому, что мы сейчас с вами попробуем. Размялись все. Подстроим со спиной к той стеночке. Я просто посмотрю, как выполнять высокую группировку. Не получилось, что мы никак не делаем. Просто работаю, как делаем. Смотрите, положение мост. Какие основные параметры? Когда мы выполняем группировку, первое, Виталий попросил про методики поговорить, немножко расскажу. У нас есть импульс. Это то, что дает нам возможность сделать укель. Кто мне скажет, что в высокой группировке какие импульсы мы используем? Зачем? Нога. То есть кружинистая работа ноги. Хорошо. Еще. Рука. Мах рукой. Есть. Еще. Вверх. Толичь. Да, вперед наклоняется. Ну, собственно, сказали, еще добавим мах дальней ногой, все будет хорошо. Плюс мах передней рукой, плюс улыбка. И все будет получиться. Смотрите. Положение ног. Когда мы приземляемся, нам же нужно не просто красиво выкрунуть, а безопасно упасть. Работать, к примеру, на деревянном полу, вот положение коленей, когда мы прилетаем именно в такой форме, оно нежелательно. Потому что подъем мы будем делать только так. Если падать на колено. Согласны? Вот татами это хороший уровень. Прыгая где-нибудь на улице на граве или просто споткнушись, это уже будет неприятно. Прыгая на бетоне, на асфальте, на любом деревянном, это будет... Если пояса постарше, они смогут это сделать. Если помладше, это будет опасно и травматично. Про силу духа мы не говорим. Там можно со сломанной ногой прыгать. Положение ступни. Вот такое движение очень часто приводит к постоянным подвытяжкам голеностопного сустава связок. То есть мы прыгаем раз, прыгаем два. И со временем связки начинают раздалбиваться. Потому что подъем в такой форме, ну если нету сустава растяжки, он действительно приводит к травме связок. Ну и мы приходим к тому, что дух все-таки это анатомически правильное положение. Вот как оно с ноги стоит. Заметьте, я вот вам не кину. Воткнуться пяткой не выдает рукам. Потому что я вначале приземляюсь на руку. Передняя нога у меня не отбивается. Бывало так у вас, что при кувырках нога вылетала за пределы потами. Или от деревяшки бились. То есть еще одно из правил, которое началось на стенах, что у вас пятка остается на весу. При любом кувырке, даже обычный зэмбух айтен. Смотрите. Видите, как нога идет? Никогда не втекается. Зэмбух яйт. Вот такое положение. На карту у нас идем. Как обычно мы делаем шаг. Летем ли сделаем. Рука. И постановка вот такая. Как этому учиться? Ну мы сейчас попробуем с вами. Я объясню. Смотрите. Начнем. Ставим правостороннюю стоечку для начала. Правой рукой возьмемся за затылок. Закроем голову. И будем наклоняться под 90 градусов. Туловище к ноге. Когда вы поймете, что туловище начинает перевешивать, сделайте вот такое движение ногой. И ладошкой лучше ставить лодочкой. Мы сделаем надвижность. Смотрите. И приземлимся вот в такое положение. Встаем, как получится. Туловище. Свободно по дотаме. Давайте не вытягиваться. И вот он идет подъем. Во время прыжка бедра старайтесь движать поплотнее. Во-первых, когда мы приземляемся в таком положении, это все равно идет нагрузка на паковые связки. То есть если чуть не подрастянулись, этот рывок усилен и броском партнера. Когда мы делаем с технику с партнером, нам же еще и путь партнер задает. Не просто так мы сами красиво прыгаем, но нужно работать вместе с его движением. Поэтому рывок на связке идет серьезный. Плотненько коленки поджимаем. Вот как стояли здесь, анатомически все равно стоящее. Выход вперед. Здесь расстояние такое же. И точно так же мы сохраняем. Передняя ножка сгибается. Вот этот перескоп мы с вами, конечно, поработаем сегодня. Я расскажу для чего нужно. Но еще раз. С берега с обычной стойки, как мы начинаем. Вот так мы перед тобой, как дальше. То есть пока голову оставится только. Ну-ка, чего рассказать, конечно, не получится. Но общая идея, чтобы вам полегче чувствовать, сделать. У нас, условно говоря, есть правило ладони. Правило ладоней вместе с пальцами. То есть когда вы приземляетесь с тестированием. Понятно, о чем я говорю? Это место касания. Не больше. Это единственная правильная форма, когда вы не отшибете себе всю спину, не отшибете внутреннюю органу. Вот запомните. Ладонь. Понимаете, бывают лапы такие. Это для больших людей. Обычная стандартная ладонь. То, что у вас по пальчикам идет периметр. Это место, на которое вы приземляетесь. То есть, соответственно, для этого что нужно сделать? Если я знаю, что я буду делать отбивку левой рукой, то у меня, соответственно, левая ключевая часть лопатки поправила ладонью пальцами и приземлится. То есть спина не касается вообще никак. Кто помнит, здесь какая у нас мышца? Трицепь с нижней. Дельтавидный. Дельта. То есть работаем дельтой. Я разворачиваю таким образом, что у меня спина, в принципе, не касается вообще никак. Делега. Так, посмотрите, извините. Давайте с этого боку покажу. Значит, по поводу руки, хорошо. Вы вас это делаете, у меня будет заметил. Вот такое движение руки приняло забудьте. Выполняете такие эши. Вы же не успеете поднять руку вверх. Вот вывел и... Вот так говоришь, там еще. Подожди, подожди, подожди. Все хорошо. У нас даже если просто разворота, желательно не поднимать руку, чтобы не было проворота. Разбалансируем. И с этого положения сразу выполняем бросок. То есть поднимать руку, это означает, что у вас техника выполнения УКЕМИ самостоятельно будет отличаться от того, что вы будете применять приемы. Понятно, да? Любой замах рукой без партнера. Он сделает замах рукой. Он, конечно, вот этот замах дает дополнительный импульс, но он не нужный, потому что в приеме вы будете стартовать вот отсюда. У вас будут единственные импульсы, о которых мы говорили. Это нога и туловище. Как бы он не лежал крепко на категоеши, он может спокойно сыграть вниз. Вверх вряд ли, потому что указанки поднись вверх. Но вниз да. И, соответственно, при воздействии категоеши. Туловище и нога. Поэтому смотрим. Сейчас можно так в парах обозначить хват. То есть вы должны чувствовать, в какие места вы будете приземляться. Прям не поленитесь, подойдите друг к другу. Положите руку, чтобы у вас память мешочная осталась. Вот, в точке пальцами прям зафиксировать, на что вы будете приземляться. И, соответственно, на это место подкручивая тумбищ. Вперед, вбок. Вниз. Будем пробовать делать. До новых. Прям быстренько пробежали. Рукой, интервью, подкручиваешь плечо. Две, две части, две части пропадки. Да, внутрь не пропадает. Я сейчас. Посмотрите, что у него есть. Я, окей, впечатляю. Где-то опять. Шумничку ты берешь в твою. Посмотрите. Хорошо. Это переступлено, что он нужен. Спасибо. Нет. Раз. 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 Я, конечно, попугел, но килограмм 93-4 дешевле. 5, да? То есть, нелегкие молодые мальчики. Твой сдач. А я еще так не выставлюсь, а слегка сегодня с утра тренировка была. Вот правильное владение позволяет безопасным. Ну, я даже не заметил, чем я касался. Чему мы будем стремиться к ним? Через партнера это учится... Да. Летон. Ну, лучше, чем я на любой боку, страдаю. Вот так, боком-боком. Чтобы все видели. Через партнера делаете утин? Да. Давайте, через дюйму кто-нибудь покажите. Посмотрим. Лучше, чтобы гостера все дошли. Ученикам, например. Да. Покажи. Три способа есть, как выводят. Их больше, конечно. Но основные, которые мы можем изучать. Первое. Это укладывание по предплечью на плечо. Вот так, и скольжение. Это дает нам высоту и позволяет рукой от партнера оттолкнуться. То есть, наша рука не просто втыкается локтем в поясницу партнера. Мы ставим руку, локоть убираем вовнутрь и на плечо приземляемся. Подбородочек в тесто прижимаем. Это раз. Вторая форма мы делаем с подцепом. Делаем крючок, вот как я сейчас показываю. Но крючок этот не статичный. То есть, не нужно хватать. Если вы будете хватать каждый раз, вы не перекатите, будете его переворачивать. Поэтому крючок скользит по партнеру. Приквижение получается вот такое. Откапливаем крючок, выцепляете крючком, смотрите, и перескапливаете. Просто направляющий. И третья форма, когда партнер просто у вас на покорочке. С какой формы начнем? Проще с крючка начинать. Смотрите, что делаем. Руку вот так крючком делаем. Ее сохранять. И старайтесь не хвататься за партнера. Это с одной стороны кажется, что легче, но если вы будете останавливать свой импульс, вы прыгнете, завистнете, грознете и стянете партнера в направляющие, и мы скользим. Смотрите, хоп. И опять сейчас, вы с ними не видите, кто о чем я говорил, мы стараемся продлять. Перескоп, обеденный получился. Да, да. Сильно цеплялся? Вот, рука прошла. Поэтому не цепляйтесь. Цепляясь вы, это все равно, что делает это гаеши, партнер вам вводит руку, подожди, сейчас, ага, все, можно. Это не просто, когда вы отрабатываете, а когда вы делаете дзювоза, например. Там, скип пробили, вам на бросок выводил. Стой. Может, да? И полетели. Пауз делать не надо, они вам и спорят. Если вы отрабатываете дзювоза, будете делать паузы, ну, к примеру, вам повели на руку, вы что-то задумались, куда падать. В это время веселье идет. И можно подзевать момент, потянуть связку. Пусть не сломать руку, не надо каких-то мужецев, но связки потянуть можно. Поэтому импульс не останавливает. Ножку переднюю сгибаем. Как запомнить это ощущение? Ну, давайте вспомним. Совсем такое простое упражнение. Значит. Сейчас сядет от него, за мной, вы наверняка тоже делали. Сгибаем левую ножку. Она согнута. Просто пока посмотрите. Ее можно держать рукой, можно не держать. Но после, делаем поворот назад, нога эта остается согнутой. И повыкаемся обратно. Эта же нога остается согнутой. Одна. И она же. Левая согнулась. Левая согнута возвращается. Потом правой. Позор. Не берем как взять. Любую палку. Левая согнута. Левая согнута. Суть важна. С этим, да. Работаем. Значит. Что еще можно сказать. Что вот эта матрица. Это основа всего. Вот работа ног. Она одинакова. Для всех видов у кеми. Дим. Вот. Правая нога ко мне. Это моя. Правая нога. Это моя. Посмотрите на работную ногу. Зэмпокайдэн у кеми. Каджимэ. Передняя нога сгибается. Возвращаемся обратно. Да, не уйти. Не, не. Обратную сторону. Зэмпокайдэн у кеми. Каджимэ. На ноги смотрим. Видели? То же самое. Почему? Потому что при движении вперед. Как шаг мы делаем. Когда мы с пяточки на носок. Переносим вес. Это для нас естественно. И мы у кеми так же. Причем смотрите. Вы прекрасно понимаете. Если идти в такая пятка. Это больно. Топать. Поэтому мы делаем как. Когда мы переносим вес на катку. У нас вес еще на этой ноге. На дальнюю. Согласны? Обычная ходьба. То есть мы делаем шаг. Та же самая идея. У нас и руки вести. Матэ. У нас передняя нога. То есть мы приземляемся. Одна нога на весу. А потом мы делаем накат. Еще раз. Зэмпокайдэн. Раз. Два. Просып. Аригатон. И. Внутри. Я вам покажу. У нас есть. Формы. С оружием. И теми отдельно делали. В чем отличается. С бокеном то мы скажем правило. Зэмпокайдэн. С выпрыгиванием. Их три основных. Вот делаем к примеру. Будем ждать сейчас большой бокен. Вот. Когда локопина категорешит. Стоп. Остановись. Вот дальше. Правило. Давайте придумаем. Если даже не знаем. Как прыгать держа боки меч. Вот он будет сейчас выкручивать. Ну давайте первое правило. Что не делаем? Не делаем. Может он от себя в сторону противника. От себя в сторону противника держит. Вот он сейчас будет делать категорешит. Первое. Мы стараемся воткнуть в него. Но на самом деле это его задача. Потому что руку делим. Мы крутим так. Чтобы меч на нас шел. Это он будет делать. Меч на нас. Не на себя. Вот. Первое. Мы стараемся не ударить себя. Смотрите. В каком положении мы пошли. Дальше. Чего еще мы не делаем? Я выготовил. Не втыкаем. Не втыкаем. Меч. Но глубокий гнев. Как раз вошел в татами. Почему? Воткнутый меч. При кувырке выходит. Можно на него налететь. И еще. В хорошей уке. Когда прыгает. Даже приземлившись. Будет стараться держать меч так. Чтобы не задеть своего стэ. Ну. Торик просто. Стэ у нас просто выполняет. Поехали. Потом он заберет меч. И все дела. Но. Он не знает. Что с этим. Значит. Работаем с мечером. Как мы можем с вами делать? Вот. В плане методики опять же. Смотрите. Как это отрабатывается. Все это на форме. И работаем кесакири. Вот это кесакири. Вы уже понимаете. Да? Для чего? Перескоком то же самое. И мы выходим обратно. Плюс. Ко всему. Обратная форма. Когда мы белок видим. Круговым рассчитанным движением. Мы ведь можем на эту руку приземлиться. А если меч мы держали правой. То мы будем приземляться так. Как так приземляться. Кто знает. То есть если падать. Вот. Взяли мы меч правой рукой. И если задача на правой приземлиться. Что скажет. Нет. Можно его, конечно. Извините. Ты же похвалил. Спасибо большое. Золотим. Но просто это я все показываю действительно на бетоне. То есть это не какая-то моя заслуга. Это методика обучения. Это можно делать. И здесь мы понимаем. У нас находится головка трицепса. Если мы воткнем сам сустав. Мы скорее всего травмируем. Поэтому отбивка. Короткая. Удар. Лоб. Прям назад. Представляете. Вот отбивка. И в пользу. И возвращаемся. Для разминочек можно раз по 50 на каждую сторону сделать. Сели с прямой спинкой. Рука перед собой. Вторую можно с этой стороны. Потому что отбивка сюда пойдет. Закрывает голову. Ложимся. Клоток. С одной стойки сделаем. Второй еще клотаж. Почему? Такая функция.